Чикагоский 8.501. Утро доброе. Прошу запуск. Двигатели на старт, и в кабине истребителя уже нет авторитетов. Даже космонавт, герой России, должен четко выполнять указания летчика-инструктора. 8.501. Согласован. Взлет готов. Так сегодня выглядит один из этапов подготовки любого космонавта — летные тренировки на учебных самолетах Л-39. 10 часов налета перед экспедицией к звездам — такой норматив тренировок. После возвращения с МКС на землю тоже обязательно поддерживать форму и не давать организму отвыкать от перегрузок. Это шутит космонавт Михаил Корниенко. Он побывал на МКС в 2010-м. Теперь старается не растерять навыки. Приехал полетать на аэродром Чкаловский. Бочка, штопор, мертвая петля. При этом надо следить за приборами, вести радиообмен и навигацию. Потом на орбите это пригодится. Это и умение принимать решения в экстренной ситуации, быстрые решения, да, что очень важно там на орбите. Это и адаптация к перегрузкам, то есть держишь себя постоянно в тонусе. Их официальные звания так и звучат — летчики-космонавты. Однако сегодня в отряде ЦПК именно летчики далеко не все. В космонавты идут инженеры, биологи, врачи. Корниенко как раз из тех, кто первый раз сел в истребитель, став кандидатом в космонавты. Хотя страсть к небу с детства. В свое время я поступал в Качинское училище, и так вот сложилось, что по здоровью не прошел, как-то непарадоксально. В космонавты сгодился там 25 лет спустя. Тогда конкурс большой был, оно понятно. И вот сейчас моя мечта осуществилась, я летаю. Вообще летная подготовка — это вот сродни как спортсмен. Если он тренируется, легкая атлетика, значит он бегает хорошо. Штангист поднимает штангу. Летчик-космонавт — это профессия техническая. Она предусматривает в процессе старта, это отрыв от земли, ощущение полета до выхода в невесомость. Руки космонавта должны уметь ювелирно управлять летательными аппаратами, в том числе космическим кораблем «Союз». Хотя стыковки сейчас автоматические, взять на себя управление надо быть готовым. У Салежана Шарипова было где-то при стыковке в автомате, на каком-то уже близком удалении, там пришлось перейти моментально нарученное управление. Салежан великолепно справился, взял, ну, сильный летчик, как я его помню. Самолетную подготовку ее никто не хочет, конечно, исключать. Мы понимаем, что это знаки переменной перегрузки, можно их создать реально только и почувствовать, так сказать, и, конечно, можно создать на центре фуги. Но на самолете, когда это есть небо, есть земля, это реально все это ощущается. Это стало ясно еще в 60-е. Тогда при активном участии Юрия Гагарина и начали формировать авиационный полк для подготовки космонавтов. Говорят, Гагарин даже сам выбирал командира. Гагарина приходила мне, ну, какие у тебя там трудности? Да я говорю, ну, какие трудности обычные? Я говорю, вот, должны самолеты поставить, не поставляют еще все. Он, а кто что? Ну, то есть я ему называл завод, называл место, он тут же брал трубку, звонил секретарю обкома, и через два дня я получал самолет. Евгений Иванович Пантелеев командовал эскадрильей с 67-го. Одним из первых начал летать на невесомость. На специальных Ту-104 впервые смоделировали нулевую гравитацию, чтобы испытывать космическую технику и тренировать первых космонавтов. Ту-104 впервые смоделировали нулевую гравитацию. Сегодня полет на невесомость для космонавтов как первое свидание с той средой, в которой предстоит провести долгие месяцы. Для летчиков уникальные лаборатории Ил-76 — это тяжкий труд. Шутка ли падать с воздушной горки высотой 6 тысяч метров и удерживать гигантскую машину? Режим, что труска? Они пусть не пилотажники, да, как вот пилотажная группа «Витязи» либо «Стрижи», но это летчики, и те, которые летают на «Элт» 39-х, и на самолетах в 154-м, в 134-м, на «Элах» — это летчики с большим чувством или понимаемой ответственности за выполняемую задачу. Они прекрасно понимают, кого они перевозят, кого обучают. Когда подготовка уже за спиной и впереди две недели до старта, космонавтам остается лишь безаварийно долететь с Чкаловского до Байконура. По традиции, основной и дублирующие экипажи летят на разных самолетах с интервалом в 20 минут. Именно за этим самолетом, за штормом этот самолет и летал лет 6 примерно. Астронавт Кристофер Хэтфилд, поддавшись любопытству, просится в кабину тушки. Язык авиации международный. Летчик с летчиком быстро находит общие темы. Я летчик-испытатель, у меня всю жизнь я был. Это хороший самолет, сильный. И, по-моему, это лучше, если мы знаем, как работает самолет. Вы знаете, шаттл был старый, и «Союз» — это старая идея. Но старая идея — это неплохо. Новая идея в авиации — максимально использовать в подготовке виртуальные тренажеры. Космонавтов это тоже ждет, но реальные полеты останутся. Более того, для отработки экспедиций к другим планетам вскоре начнутся полеты на винтокрылых машинах. Понятно, что такое вертикальное снижение, вертикальный подъем. Как Земля, поверхность смотрится при вертикальных подходах. Перемещение вокруг своей силы, вращение влево-вправо. Поэтому одним из направлений нашей дальнейшей специальной лётоподъемки космонавтов — это будет полет на вертолёт. Государственная авиация «Роскосмоса» к полётам готова. Ждут новые задачи, современная техника. Чистого неба! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова